Привет, друзья! В 2020 году купил для проведения эксперимента телевизионную антенну BAS X111-02 Maxi производства завода Рэма. Деталей много. Огромный пакет с директорами из алюминия. Приемный вибратор с усилителем. Развитый рефлектор из двух половинок. Сетка из стали, и она ржавеет. Блок питания, ввод питания усилителя в антенну. И бумажки, гарантийный талон, инструкция по сборке и паспорт. Видео делаю в 2023 году. Эти бумажки уже утеряны. Сборная траверса и узел крепления к мачте. Сборка директоров. Делайте это только в тепле. Наличие пластмассовых деталей у меня при сборке вызвало тремор. Запасных деталей в комплекте не было. Траверсы собираются из трех частей. Стыки пронумерованы. Соединения производятся накладками. Стягивая крепления, не переусердствуйте. Траверса из алюминиевого сплава. Страшно было устанавливать директоры. Но ничего не сломалось. И крепления живы и в 2023 году. Большая часть антенны собрана. Половинки рефлектора установлены на третьей части траверсы. Приемный вибратор крепится длинным винтом. Не перетягивайте его. Для меня это был критический узел. Плату усилителя в итоге пришлось менять по гарантии. Устанавливаю оставшиеся директоры. И окончательно собираю траверсу. Антенна легкая. Но, как видите, габаритная. Из трех деталей собирается узел крепления к масте. Узел крепится на кронштейне. Ставлю скобы крепления к масте. Кронштейн при помощи скоб и винтов с барашковыми гайками крепится к траверсе. Вот сейчас пол первого ночи. Я нашел 50 каналов. 20 каналов наши. Это же один радиоканал импортный. Так, давайте посмотрим. Нэшнелл-жеография хочу видеть. Так. Вот он. Вот без балды. Еще раз показываю, что это Нэшнелл-жей график не со спутника, а именно ДВБ. Эксперимент проведен успешно. Телевышка ДВБ-2 Вещане находится в Финляндии. Это уже НАТО. За зоной уверенного приема этой антенной с учетом рельефа местности. Всего найдено с учетом закрытых порядка 100 каналов. Прием вел с мачты высотой 9 метров. Сигнал был устойчивый всю ночь. Днем приема не было. Успехов в дальнем приеме ДВБ. Антенна очень узконаправленная и требует точности наведения. Гугл-карты вам помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!